День добрый, меня зовут Дмитрий, группа строительных компаний «Масштаб». Сегодня мы находимся на объекте, где наша компания выполняет работы по мощению тротуарной плитки, выполнение дорожно-тропиночной сети, парковочная зона, тропинки к дому и также отмостка этого дома. Все из тротуарной плитки. Мы сейчас приехали именно в тот момент, когда этап мощения тротуарной плитки в самом наглядном виде. У нас есть места, где только подготовлено основание. У нас есть места, на котором я сейчас стою. Это монтажный слой из цементно-песчаной смеси, а также уже выполнен небольшой объем работы по лицевой укладке тротуарной плитки. И про все эти три этапа я сейчас попробую коротко рассказать. Первым и, наверное, одним из самых важных этапов при выполнении работ по мощению тротуарной плитки – это подготовка основания. Без правильно подготовленного основания наша тротуарная плитка может разъезжаться, может быть геометрические изменения. Это за собой влечет первое лужи, второе – просто изменение плоскости мощения, по которому некомфортно ходить, и это выглядит очень неэстетично. Поэтому мы, как компания, к этому подходим со всей ответственностью. В данном случае слой из гранитного щебня фракции 20-40 составляет примерно 25 см даже на пешеходное мощение. Вот в данном случае это отмостка дома, так как грунт в данной местности не самый стабильный, прочный и устойчивый. Поэтому мы перестраховались и вынули чуть-чуть его больше, сделали корыто, проложили геотекстиль, уложили щебень, выставили по оптическим приборам, по нивелиру, по ребрик, и в скором времени на этом месте уже также будет тротуарная плитка. На этом кадре как раз видно, что большую часть изъятой почвы, плодородный грунт, мы очень аккуратно распланировали по оставшейся территории участка, чтобы в последующем организовать здесь посевной газон, а также несколько насаждений зеленых. Следующим этапом после того, как мы подготовили наше основание, обязательно его предварительно виброуплотнили с помощью виброплиты или виброноги, мы начали готовить монтажный слой. Монтажным слоем мы выравниваем всю плоскость идеально с помощью наших оптических приборов, так как плитка имеет уже одинаковую высоту абсолютно каждое, она заводское изделие, абсолютно каждое имеет минимальную погрешность, в общем и целом это одинаковая высота, поэтому наше, вот это основание, наш монтажный слой должен выровнять плоскость настолько идеально, чтобы при укладке плитки не было нигде ни одного единого, даже полусантиметрового перепада. Монтажный слой при мощении тротуарной плитки выполняется из двух видов материала. Первый это на нашем кадре цементно-песчаная смесь в простонародье горцовка, а также второй вариант это гранитный отсев. О них и их способы применения мы можем рассказать при вашем обращении к нам с аналогичной работой и подберем самые оптимальные как по цене, так и по технологии монтажный слой именно в вашем случае. На данном кадре хочу показать внешний вид паллетов, а именно получается тот внешний вид, в котором плитка приезжает на участок нашим заказчикам, к вам, если вы планируете выполнить данные виды работ. Каждый такой паллет весит тонну 100, поэтому какая-нибудь газель может максимум полтора-два палета взять на себя, а в 95% случаев выгрузка данных палетов, и их наоборот загрузка на заводе производится, с манипуляторами тяжелыми на базе КАМАЗа или любых других машин, минимум 5-тонных, в основном даже 10-ти тонных. И это нужно предполагать при планировании работы на вашем участке. Форма и цвет плитки выбраны классически. Это серый цвет, это шестерка по высоте, форма называется классика, выглядит она как бочонок, и в простонародье ее именно так и называют. Внешних видов плитки, именно самих форм, бывает больше 100, наверное, видов. Каждая из них по-своему интересна, по-своему уникальна. Абсолютно весь ассортимент представить у нас на сайте невозможно, но большая ее часть у нас она представлена, представлена в специальном каталоге. Этот каталог я оставлю снизу в описании, его можно будет посмотреть. Если какие-то останутся вопросы, обязательно задать мы ответим. А также там расскажем, в чем разница между вибролитой плиткой и вибропрессованной, которая сейчас находится у меня в руках. Это очень интересный и важный момент, обязательно это учтите, ознакомьтесь и выберите тот вариант, который вам больше по душе, по карману и по техническим характеристикам участка и местным условиям грунта. Прошу обратить внимание на форму плитки, а также на форму тропинки. Данный вид тротуарной плитки, данная форма, идеально совместима с тропинками, с большим уклоном. И эту тротуарную плитку можно без дополнительных резов и наложения швов уложить даже в такую изогнутую тропинку. А вот завершающим этапом укладки тротуарной плитки является не сама укладка, а заполнение швов между плиткой в нашей плоскости мощения. Это очень важный вид работы. Многие компании его не выполняют, оставляют это на долю заказчика, не объясняя, как это правильно сделать, для чего это делается. И заканчивается это тем, что прекрасная тротуарная плитка зацветает мхом, какими-то растениями, сорняком или еще чем-то. То есть сами наши швы очень неприглядного вида, очень некрасивые и в каких-то моментах просто не заполнены, и камень не до конца опирается всей плоскостью в нашем мощении. Так вот здесь еще как раз вы видите кадры, когда эти швы не заполнены, что расстояние все 6 сантиметров еще впоследствии после окончания всех работ будут обязательно заполнены. Заполняются они мелкозернистым сухим песком. Заказываем мы его отдельно в мешках с любой торговой базы наших партнеров и прометаем. Прометать примерно 100 квадратных метров мощения можно даже не один, а скорее всего два дня. Также после прометения мы его обязательно проливаем, чтобы песок утрамбовался, и следом идем еще одним разом, когда подсохнет, чтобы все швы были полностью заполнены. Только в таком виде мы сдаем наше мощение заказчикам. И считаем это абсолютно правильно. Надеюсь, немножко рассказал об этапах мощения тротуарной плиткой. Также обязательно снимем в дальнейшем видео про виды тротуарной плитки, может быть даже про производителей. А сейчас уже прощаюсь с вами. До новых встреч. Был рад видеть на нашем канале. Лайки, подписки и любая активность приветствуется. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин